В отличие от сотрудников грузинского посольства в Вашингтоне, которым был дан строгий приказ не контактировать с бывшим спикером парламента, а ныне лидером демократической оппозиции, американские официальные лица уделили Нино Бурджанадзе повышенное внимание. В ходе ее двухдневного визита экс-спикера принимали на Капитолийском холме в Госдепартаменте и президентской администрации, а также в одном из ведущих аналитических центров Вашингтона. Соединенные Штаты и Запад должны понимать, что представляет собой сегодняшний грузинский режим, заявила в Вашингтоне лидер демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. По ее словам, от реформ, инициированных в 2003 году, не осталось и следа. Команда Михаила Саакашвили полностью контролирует парламент и телевизионные каналы, а активисты оппозиции подвергаются избиениям и арестам. В стране реально идет политический террор. Есть очень многие люди, которые арестованы практически без каких-либо серьезных аргументированных обвинений. Есть много фактов просто финансового и политического террора. Огромная власть аккумулирована в руки президента, который эту власть использует не демократическим, не транспарентным путем. Я уверена, что страна может нормально развиваться только после внеочередных президентских выборов. Потому что президент и его команда, они просто исчерпали доверие и среди основной массы населения, и за рубежом. По словам Бурджанадзе, любой ответственный глава государства ушел бы в отставку, если бы под его руководством страна потеряла 20% своей территории. Однако Саакашвили намерен держаться за власть до последнего. Лидер оппозиции обвиняет президента в том, что в августе прошлого года он поддался на провокацию, позволил втянуть Грузию в заведомо проигрышный военный конфликт с Россией и отбросил решение юго-осетинской и абхазской проблем, в лучшем случае, на несколько десятилетий. Он подался на те действия, которые были ясны, что закончатся разгромом грузинской армии. Он не был готов к тому, чтобы не только не ввязать Грузию в войну, но и избежать военного противостояния с Россией. Была глупая уверенность, что война будет выиграна. И даже если бы это было не так, в любом случае, даже если на тебя нападают, и ты проигрываешь войну, и теряешь территорию страны, если ты ответственный человек, ты должен за это ответить. Лидер грузинской оппозиции призывает Запад обусловить любую экономическую помощь правительству Саакашвили и требованием демократических реформ. Эту же позицию она намерена высказать и вице-президенту США во время его визита в Белиси. Я абсолютно уверена в том, что визит Байдена ни в коем случае не оставит в сторону и без серьезного внимания внутреннюю ситуацию в Грузии и необходимость демократических процессов в Грузии. Нино Бурджанадзе, дважды за последние шесть лет исполнявшая обязанности президента Грузии, рассказала о судебном иске, который она недавно подала против Михаила Саакашвили после того, как он публично обвинил оппозицию в получении российского финансирования. По словам Бурджанадзе, если Москва и помогает кому-либо в Грузии, то это самому Саакашвили, своей постоянной критикой в его адрес. Владимир Карамурза, Андрей Попович, Вашингтонское бюро, РТВА.